всем привет не прошло и года я получил свои запчасти от фирмы кершау нож free fall кто следит за моим каналами за этой карантинной истории от фирмы кершау и с этим ножом тот знает что здесь сломана пружина это же второй пакет от фирмы кершау в первом пакете было три клипсы а мне нужно было пружина асиста здесь не работает асист не распахивается но сейчас получил надеюсь я в этот раз получил то что надо история страшно затянулась сегодня она закончится вот что здесь лежит у нас еще одна клипса теперь мне коллекция клипс для ножа керша можно ломать проводить hard use тест клипс запас у меня есть и вот она многострадальная пружина и также есть комплект винтов как бы получается это рим комплект этого ножа значит история длилась несколько месяцев после первой посылки то есть первую посылку мне прислали очень быстро в почтой фидекс это сработали как говорится оперативно но были три клипса такие вот и соответственно я отписался что не то показал видео как бы и дальше уже все очень сильно затянулось то одно то другое то третье но в итоге спустя три-четыре месяца я могу начать пользоваться своим ножом вот ну сейчас я поставлю эту пружину на этом как говорится история можно сказать закончена но надеюсь подойдет вот если не подойдет дальше продолжится история вот и сейчас я буду собирать нож но кому же был интересный результат скажу двух словах что как бы но изначально мне показалось что фирма кершау работает очень оперативно потому что было высловано моментально просто очень дорогой посылка очень дорогой почтой клипну пружины клипсы единственная проблема была в том что перепутали соответственно наверно фирма большая очень много недорогих ножей я думаю обращение чем много из-за этого какие-то заминки ну возможно и будем это дело списывать на то что в большом объеме они спутали мой заказ и факт что они выслали то есть меня деньги не брались не в первом случае за фидекс не во втором случае можно видеть на конверте написано 4 доллара это стоимость видимо отправления почта у нас есть ps скорее все приорики может быть им этот мс как бы не дешевая все равно вот все уложено все как сработали все четко и могу сказать что фирма кершау заботится о своих клиентах но во второй раз было все не так гладко то есть постоянно писал ну отписывались мне сразу но как-то резина тянулась очень долго то один не может отправить то другой то третье то четвертое но в итоге когда я возмутился очень сильно поругался это буквально было две недели назад вот даже даже наверное раньше было может неделю максимум 10 дней назад и сильно извинялись передо мной связалась аж пару менеджеров я думаю начальник отдела продаж также связался и пообещали очень быстро все это дело исправить устранить извинялись что это все дело длится с 2013 года если я не ошибаюсь и вот я сегодня получил так что берите смело ножи фирмы кершау фирма кершау вас не бросит не оставит если что-то сломается они вас поддержат помогут и отремонтируют ну а кому интересно разборка сборка и подгонка могут оставаться и смотреть дальше буду снимать без монтажа вот на этом гарантийная история заканчивается продолжается история сборки ну как я буду разбирать наверное этот нож снимать я не буду уже соберу немножко и по флипу если получится если походу опять какие-то нюансы возникнут также буду записывать что там произошло еще один момент хочу показать обратить внимание на то что вот сломанная у нас пружинка и вот новая соответственно присланная пружина они отличаются по цветам то есть вот новая присланная пружина она столистого цвета такая черная чувствуется закалка справа сломанная пружина она имеет хромовое покрытие вот больше похоже на такую китайщину дешевую какую-то пружинку который встречается там в дешевых таких больше красоты но как видно нет качества здесь соответственно она страшная прислана она страшная черная какая-то вот но я думаю она будет жить долго надеюсь вечно или почти вечно вот сборка продолжается как соберу покажу вся сборка завершена посадил на фиксатор резьбы совсем чуть-чуть копнул смазал и вот результат начнем наверно со сборки расстояние все у нас нормально четко все по центру флипует очень сильно рывок чувствуется то есть пружина такая существенно мощная даже по сравнению с тем что было то что было это было очень давно так что однозначно говорить не могу но по ощущениям сейчас очень жестко так вылазить и закрывается тоже чуть жестче лифтов практически нету полностью исключить лифты на таком механизме ассиста тяжело вернее возможно но главное все по центру все работает теперь можно смело сказать что история с фирма киршоу закончена можно сказать спасибо вот а дальше теперь я буду сравнить 8 хром 13 муви от фирмы киршоу со спайтерковской потестирую сравню кто лучше калит какая стали интересная но и для интересов китайскую тоже закинем вот такие сравнительные тесты будет и еще из личных интересов это я все-таки хочу попробовать убрать пружину и высверлить отверстие в клинке чтобы клинок фиксировался на шарик шарик здесь уже лайнер есть вот но отверстия в клинке нету которая фиксировать будет вот и посмотрим как будет флиповать шариком на это все ближайшие перспективы в ближайшем будущем а пока спасибо за просмотр надеюсь было интересно всем удачи всем пока